Задумывался ли ты, что случится с МЛМ бизнесом в ближайшие 2-3 месяца, максимум полгода? Я Эдгар. Сегодня что-то тут рассуждал, появилась потрясающая мысль, начал ее развивать, ну прям осенило, взрыв аж эмоций, такое открытие накрыло, что называется. Просветлился, обалдел, хочу этим поделиться. Большой процент выпускников либо идут после тренингов в сетевой маркетинг, либо из сетевого маркетинга приходят. То есть технологии очень интересные, технологии пришли с запада, работают в современном бизнесе, занимают уже достаточный сегмент рынка, именно сетевой маркетинг. Какие-то компании уже вышли, так сказать, на то, что там продают акции, и эти акции котируются на биржах. Вижу сильную сторону. Сильная сторона – это именно то, что человек предлагает то, что испытал на себе, как услугу, например, или как товар. Попробовал, понравилось, предлагает следующим, 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 следующим. Изначально видел, то есть по сравнению с прямыми продажами, вроде бы круто, потому что есть командная работа, есть поддержка друг друга. И, в общем, то, что пришло с запада, с запада вообще технологии сетевых продаж, так сказать, многоуровневого этого бизнеса, они пришли с запада. Всегда видел какую-то такую, так называемые двойные стандарты. Вроде бы говорят о командной работе, тем не менее, там чуть глубже копнуть. И многие с этим столкнулись, занимался сетевым маркетингом. Там заложена некая концепция войны. Это концепция в конкуренции разных веток. Если каким-то образом так получилось, что знакомые или даже друзья попали в разные ветки, то есть под разным лидером стоят, они своих друзей пытаются быстро-быстро-быстро, так сказать, ну, выставить или вовлечь, так сказать, под себя в свою команду, и в этом появляется конкуренция. Причем конкуренция достаточно серьезная. Разговаривая с лидерами сетевых компаний, ну, лидеры говорят, да, да, все здорово, здорово. Это же, ну, конкуренция, двигатель прогресса. Действительно, фраза, там, американцев, фраза европейцев, что, ну, там, конкуренция создают, так сказать, некую возможность и мотивированность человека, так сказать, поднимать свою задницу и делать больше, 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 больше. Но. Есть но. То, о чем я говорю, и другие тренера говорят на тренингах, в том числе на тренингах мотивационных в сетевых компаниях, о контексте быть, делать, иметь, то есть контекст изобилия. Здесь же зарыта собака, что контекста на самом деле делать, быть, иметь. Потому что именно конкуренция заставляет быстро-быстро делать. И там нет возможности быть. Получается, невозможно договориться. Даже тогда, когда люди хотят договориться, допустим, товарищ, они не могут договориться, система не дает. Сама система не дает создавать команды, если ты уже зарегистрировался под разных лидерах и в разных ветках состоишь. И тут столкнувшись, я достаточно давно уже столкнулся, достаточно давно въезжаю в эту систему, которая создана у нас в России. Система создана моим другом, товарищем, моим коллегой Виктором Маркелом. Это система маркетинг облачный, в которой на любом уровне можно создавать командные взаимодействия и создавать такие микросоюзы по вовлечению. То есть вот этот облачный маркетинг, это по сути дела контекст быть, делать, иметь. Получается, возникает конкуренция не внешняя друг с другом, а конкуренция внутренняя. Так, действительно, чем больше отдашь, вдохновишь других людей, тем эти люди, приходя к тебе, будут предлагать тебе организовывать, образовывать связки, так называемые, чтобы вместе с тобой в разных направлениях двигаться. То есть облачный маркетинг позволяет на самом деле реализовывать командную работу, причем эту командную работу как в долговременном, так и в кратковременном работе, в кратковременных задачах. И Виктор Маркелов развивает эту систему, поставил эту систему именно на службу бизнеса по развитию, образованию у нас в России. И, как всегда, собственно, я смотрю на моих предков, на твоих предков, в России здесь всегда работал контекст бытия, контекст вдохновения, контекст, ну, то есть, если там на Бородинском поле, на памятнике стоит эпитафия, так сказать, написано эпитафия русскому солдату. На этом же памятнике стоит эпитафия французам, которые погибли. То есть у русских всегда такое отдавание. Не на словах, а на самом деле в контекстуальное отдавание, контекстуальное вот внутреннее честность, честь, да, вдохновение и отдавание. И получается быть, делать, иметь, реализуется именно вот в этом, это взгляд в будущее. Меня сегодня поразило, что-то меня вот прям разрывает мозг, прям вот это взгляд, прям квантовый скачок в будущее. Я думаю, ну, прям в ближайшем будущем сетевые компании, ну, если кто-то не перейдет на этот облачный маркетинг, ну, я думаю, что перспектив развития нет. Нет, действительно, это вроде бы конкуренция, но не работает это. И в будущем, думаю, работать будет только облачный маркетинг, где можно еще раз вот создавать вот эти связи на любом, совершенно на любом уровне. И конкуренция получается, чем больше я отдаю, тем это больше возвращается через отношения ко мне и монетизируя через денежный поток, кстати, и через финансовые, так сказать, через денежные знаки. Но по-настоящему, не по методу манипуляции какой-то. То есть люди придут только тогда, когда они почувствуют, что ты настоящий, что ты отдаешь, что ты заботливый, что ты на самом деле честный и имеющий честь, внутреннюю харизму, внутреннее влияние. Просто за то, чтобы, наверное, все-таки то, что говорят все, и лидеры, в том числе сетевых продаж, не только говорилось, а и контекстуально, то есть идея эта воплощалась и была действительно соответствовала сама идея и бытие, и соответственно тому, что они говорят. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Приглашаю тебя. Ну, потрясающее время перемен. И вот эта вот прорывная идея, она такая, еще раз повторюсь, как квантовый скачок. И прям сегодня у меня осознал за этим будущее. На мой взгляд, за этим будущее. Приглашаю тебя в свою команду, в связки, которые ты решишь со мной делать. Если я действительно проявляюсь для тебя как изобильный, влиятельный человек, интересный, и тебе интересно со мной поработать.